Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Саргалана Захарова. Российские футбольные клубы штурмуют Лигу Европы. Этой ночью состоятся ответные матчи 1-16 финала турнира. Локомотив в выигрышном положении начнет встречу против французской Ниццы. В первой игре железнодорожники благодаря хэт-трику Фернандеша добыли победу на выезде. Общий счет противостояния 3-2 в пользу россиян. А вот «Зениту» придется отыгрываться в матче с «Селтиком», ведь в Шотландии пилитерцы уступили со счетом 1-0. Российский клуб будет надеяться на силу атакующей линии и поддержку своих трибун. Самая сложная задача стоит перед «Спартаком». Решать ее придется в рамках выездного матча. Его игра против испанского атлетика в Москве завершилась с результатом 3-1 в пользу гостей. Ранее стал известен первый участник 1-8 финала. Им стал московский ЦСКА. В двух матчах переигравший сербскую цервену «Звезду». Больше 50 спортсменов представляют Якутию на всероссийском турнире по боксу памяти президента Федерации Республики Александра Федотова. Он стартовал сегодня в спорткомплексе «Дохсун» в Якутске. С прошлого года соревнования имеют статус класса А. Это позволяет его будущим победителям выполнить нормативы мастеров спорта России. Всего принимают участие 98 спортсменов из 11 регионов страны. Якутию представляют 58 боксеров во всех весовых категориях. Сегодня состоялся, наверное, один из самых ожидаемых поединков. На ринге встретились чемпион мира среди студентов Дарман Кутубеков, представители Якутии и мастер спорта России Семен Степанов, который выступает за Новосибирск. Итог встречи в пользу Степанова. Тренировался полтора месяца, но все равно не в той форме, в которой был три года. В этом бою победу держал боксер Семен Степанов. Потихоньку уже вложил в свою колью. Сегодня в первый же день попался на Стурбекова, действующего такого бойца нашей республики. Представители Москвы, Новосибирска, Сахалина, Магаданской, Хабаровской, Красноярской областей. Есть как титулованные спортсмены, так и молодые представители бокса. Я так думаю, по количеству участников, по желающим боксерам, которые хотят выполнить мастера спорта на этом турнире, я думаю, что схватки будут довольно-таки приличные и захватывающие поединки. Также известно, что на турнире в Якутске выступит двукратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Василий Егоров, заслуженный мастер спорта, будет боксировать в весовой категории до 52 килограммов. Уже завтра, во второй половине дня. Спорткомплекс «Досун» стал ареной не только для захватывающих схваток боксеров, но и первенства республики по самбо. В нем принимают участие порядка 200 юных спортсменов из шести районов республики – Жатая и Якутска. Борьба проходит в двух возрастных категориях – 2002 и 2003 годов рождения, они выходили на ковер уже вчера, и 2004-2005-2006 годов, состязание между которыми идет сегодня. Первенство определит участников чемпионата Дальнего Востока, который пройдет в марте и апреле во Владивостоке и Благовещенске соответственно для первой и второй групп. У меня хорошие соперники, достойные. В будущем я планирую заниматься лучше и на Дети Азии поехать. Девушки довольно неплохо выступают, не только на уровне Дальнего Востока, но и на уровне России. Значит, в прошлом году у нас третьей призеркой стала Лоднева Анна на первенстве России в городе Кстово. «Мирный» готовится принять турнир по хоккею на Кубок профсоюза «Проф. Алмаз». Последние дни спортсмены из «Мирного», «Айхала», «Удачного» и «Ленска» тренируются перед матчами. На лед выйдут как молодые хоккеисты, так и их более опытные соперники. Моя коллега побывала на тренировке. Юниорская команда «Алроса» на товарищеском матче с клубом любителей хоккея. Для ребят это очередная возможность перенять опыт у старших соратников. А те, в свою очередь, вспоминают свои первые шаги на льду. Так Фиделя Очаковского отец поставил на коньки уже в 4 года. Это еще было, так сказать, в 70-х годах, когда у нас ледовая коробка была еще на ЗЭС. Сейчас многие не помнят даже, что там когда-то был хоккейный корт. Ну вот, в общем-то, там очень много в детстве времени было проведено именно там. В 40-градусные морозы на улице катались, так что ноги отморажены. Ну, в детстве это нормально. Уже никто и не знает, почему, но именно хоккей особенно популярен у северян. Для компании «Алроса» он по-особенному родной. «Алмазный гигант» уже много лет тесно сотрудничает с Федерацией хоккея России. Команда «Клуб любителя хоккея» существует уже 13 лет. С момента образования клуба его состав сильно изменился. Раньше в нем было 25 хоккеистов-любителей. Сейчас в команде 12 игроков. Клуб создан для того, чтобы люди, которые не умеют даже кататься на коньках, но хотят начать заниматься, мы всех их ждем. Пусть приходят. На протяжении всех этих лет игроки клуба-любители каждую неделю собираются вместе. Минимум три раза. Люди уже матеряют, уже какие-то свои финты начинают вырабатывать. Естественно, растет нормальная способность человека продвигаться, расти, улучшать свои качества. В этом году КЛХ впервые поборется за Кубок профсоюза «Профалмаз». Игроки клуба своим примером вновь попытаются доказать – в хоккей можно играть в любом возрасте. Главное – желание и упорство. Марфа Яковлева, Роман Ларин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Легкоатлет Максим Афонин выступит на чемпионате мира в Бермингеме. 21 февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала информацию, что Анна Крылова, которая выступает в дисциплине «Тройной прыжок» и Максим Афонин в метании ядра, получили допуск к международным стартам в нейтральном статусе, передает спорт Якутии. В телефонном разговоре тренер-спортсмена Николай Колодко сообщил, что команда уже готова паковать чемоданы. В январе и феврале спортсмен провел хороший объем работы, выиграл ряд стартов, где показал высокие результаты. На сегодняшний день он входит в топ-пятерку сильнейших толкателей ядра в мире, добавил Колодко. Это были новости спорта. Всего доброго!